Вот, уперлись вот сюда. Это же только весной. Вот этого летом не будет, что ли? Нет, конечно. Какая масса. Какая тут рыба? Короче, знаешь, не обязательно рыба, но, там, не знаю, лягушка. Короче, тут кусок льда торчал. Я что-то его как-то это, и ногой туда прям. Ха-ха. Я бы, конечно, не утонула бы. Добрый сладенький. Куда ты села, надо? Так все живи. Прозрачная? А что делать-то будем? Я не идиот. Что с этим делать? Ну, не знаю. А ты что хотела с этим делать? А что, с письмом, что делать можно? Конечно, можно. Какими-то строить? Кто-то едет. Ты что? Я слышал звук. Ты машину закрыл? Да. Вдруг это даже не там все сломали. Да, сломали. Ну, а как и сломали? А вот они проедут. Да, сколько у меня воды? Да, я не знаю. Что-то они все одинаковые или что-то путают? Типа грустная. Типа спецназер что-то был? Может быть. Блин, ну а все перемешали там. Так, пошли посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот мы залезли. Да? Да. Ты умеешь управлять перелом? Нет. Уставлять выехи? Нет. Нет. Так, если я сюда заверну технически, я как-то ассистировал на репозиции костных отломков. У меня часа до осени там было. У меня колено каждый месяц улетало. Вообще, капец. Так смешно. Там, короче, солдат был. Он сломал опятую пясаную кость. Ну, ударил об стену. Сколько всего пясаных костей? Опятых костей пять. Ну, от которой мизинец, грубо говоря, растет. Все, на гитаре не играет больше. Вот, я ассистировал там, когда спицу вставляли. А что, там сложно все? Ну, да, я там что-то тупил. Я коряво все делал. Там травматолог уже стал, это, нервничать. Дмитрий Александрович? Анатолий. Анатолий Штанов. Ну, что Дмитрий Анатолий? Ну, вот, напиши. Всем привет. Мы на чертовом городище. Около поселка Северка. Доехать сюда на машине не получилось. Но, спасибо любителям автомобилей Сань Йонг, которые нас сюда добросили. Вот, и сейчас мы тут, на этих гранитных останцах, пытаемся залезть как можно выше. И потом еще как-то слезть. Господи, зачем мне туда? Так, Настасья лезет. Донизу лезет Настасья, не понятно. Да слушай, по этой деревянной лестнице я что-то не хочу туда лезть. Вот тут вот стоит. Она как-то ненадежно выглядит. Ты видел, да, что-то? Я без страховки туда не полезу. Ты видел, что тут? Что-то. Это же сквозная щель. Ну, это, наверное, просто две горы. А это что получается? Куск от горы, которые они разводили? Ну, типа того. А что они все как-то с кусочком сложены? Я думала, горы они целиком сделаны. Ну, что? А может, не надо? Может, не надо. Давай не будем. Ты что? Я только уберусь с мелостью. Ну, что жопа? Я вот сейчас посижу подумаю. Ой, блин. Ну, скажи, что ты делаешь. О, блин, просто. Какая работа, вообще. Ты видишь, что написано? Что написано? Юля или Коля? Коля. Да, Коля. Школа номер 53. Вот они с собой принесли нечто. Понимаешь? Не лень было, да? И так вот сиди, и так. О, художественное училище, понимаешь? То есть это люди с сознанием. Вот Чаев. Чаев, ну, блин. Хаймен. В 84-м году мне 5 лет. А на этом плавно. Зелёная краска написала. Это так уморительно. Ну, может, у вас четвёртый год рождения, скорее всего. Или он подводил, потом ещё приходил. Ну, да, кажется. Застёглась бы с 84-го года по-любому. Подбежали, подкрашивают? Конечно, подкрашивают. Стрит-вандал. То есть человеку тут как бы чем в городе занимается, тем на природе. Стрит-вандал. Чё ещё-то пишут? Чё-то даже интересно. Да, давай прокомментирую все записи. Вообще все? Да. Там, где лестница, тоже записи себе. Давай сразу с большого начнём. Да, кто возле лестницы, думаю, там, наверху, там, люди совсем отчаянные. А почему-то лестница вокруг собственной ситок повёрнута. Потому что гнилая. Чай в кайф. Так. Снима люди в каком-то, это, религиозном эксказе уже писали. Соломкин. Соломкин? Розовая краска написана. Соломкин. Соломкин. Маково-Соломкин. Апакля тут не написано? Апакля. Апакля 656565. Какая Апакля? Ну, знаешь, всегда раньше, ну, везде, короче, было написано Апакля 656565. Нет, ну, я вижу альпинистский. Апакля, верёвка, джут. Я вижу альпинистский крюк. Мох. Мы хвойные, с нами мох. А ты знаешь, что мох это ложная вода. Моха! Ой, ты, блин, как тут высоко. Капец. Твою мать, мне это теперь... Извините, пожалуйста. Что, сниться будет? Да. А ты, кстати, тоже тут стоял и и так ругался всяко раз. Марина! Марина! Нет, мы так не будем влюбляться ни кем Марином. Слушай, мы вообще, конечно, не приедем. Амиша? Амиша, да. Амиша! Амиша? Я всту двадцать... Шесть-то, седьмое. Хоть вот зашифрованно, что ли, Амиша. Амиша! Амиша! Витя! Витя! Ты чё ржёшь? Ну, смешно. Ты же при этом на ютуб потом не укладываешь. За большие деньги только часть гонорара мне. Да, хорошо. Восемьдесят процентов. С просмотров. Нет, вообще в целом. Чё заработаешь, Мизи? У меня же включена монетизация на ютубе. Ну, там копейки. Там то ли бург, то ли гуру. Гуру Витя. Звучит. Гуру Витя. Господи, красота-то какая. Ракинь зигу. Благословляю. А, у тебя здесь появились твои родственники? Ну да, а чё? Вот давай ищи. Там фамилия? Там моя написана. Нет, это твоя фамилия, а просто что? Сойдёшь? Махал пью. Москва, Челябинск. Человек шёл по пути из Москвы в Челябинск. Остановился. И написал. Причём, это был карлик. Почему? Ну, посмотри, где он написал. Он такой, шёл карлик из Москвы в Челябинск. Вообще, Челябинск у него есть поблизости? Челябинск? Какое направление Челябинска тут есть? Сейчас надо подумать. Вот на юг отсюда 210, даже чуть-чуть юго-восточнее отсюда. Юго-восточнее, да. Вот он тоже так подумал, он такой. Так, 210 километров юго-восточный Челябинск. Написал, что он в Махов Юг тут был. Меня больше всего поражает оптимизм этого человека. Потому что лист каннабиса и фамилия... А лист каннабиса не его. Сушенцев. Без разницы. То есть, понимаешь, человек, который даже нарисовал потом этот каннабис... Сушенец, он написал до. Без разницы. Это нарисована на каннабисе. Это энергетика. Понимаешь, ее чувствуется, и, да, видите, меня даже как-то покачивать начало, я чувствую. То есть, он такой... Сушенцев восклицательный знак. А человек мимо шел, он уже правильно мыслит такой... Опа! Лит каннабиса. Опа! Вообще, понимаешь, вот так вот. Или вот... Поченград фарева. Чего Поченград? Вот, например, сейчас скажу где, я не помню. Майя. Чего там в Майя-то было? Ну, в Мексике они были. Не, они-то были, да. Чего у них там было? Или отстеки в Мексике были? Почи. Отстеки были в Мексике, а Майя были, ну, а тоже где-то там. Все, сейчас будет неинтересно, потому что я стараюсь вспоминаю город. Или Майя были в Мексике? Слушай, я не историк. Нет, в Мексике Майя не было точно. Потому что в Майя жили и живут, там, где живут и жили Майя, а в Мексике Майя не живут и не жили. Знаешь, что там жили отстеки? Они сейчас там живут. О, как паштет! Гаршильд! Ну, Гаршильд, ладно. Так я могу написать. Мне интересны раритетные надписи. И каннабисы. А вот, видимо, человек с инженерным образованием, потому что я вижу, что шлифский... Чертежный, извиняюсь. Еще умудрился, там нарисовался. Может, он по трафарету? По трафарету? Кстати, очень похоже, что по трафарету. Да по трафарету смотри. Я тебе сто пудово говорю по трафарету. Федоров Б, Гордаков А. Демон. Демон здесь. Шестьдесят восьмая школа, девятый Г. Школота. О, да тут прям вообще по научному все лазают, да? Вот именно в эту дурьку. Какую? Видишь, она вся крючками для альфомизма обделает. Ну вот, видишь, петельки всякие. И это тоже... Ну, короче, к ним прицепляться можно. Какими-то специальными крючками. И залазить. Как этот... Как спэдермен. Все для вашего удовольствия. Фактор страха. О, вот, прошел вот. Фактор страха Виталя. Такой самокритичный человек, видимо. Не очень высокого мнения о своей внешности. Или каких-то других личных качествах. О, Бог любит вас. Ой-ой-ой. Ой, как интересно. И яйцо, главное, рядом поели. Яишко. И хрюсовское яйцо-то. Не важно. А на Пасху, наверное. А на Пасху отметили. То есть, фактор страха Виталя. Бог любит вас. Все красным написано. Шейка, Саша. Шейка. А, Шейко. А, Шейка. Как интересно. Не Хедор, Петя. Коль. Юра, Р. Юра, З. У меня, например, нож есть. Давай тоже что-нибудь вылежим. Не будем выдавляться россиянам. Как ты думаешь, что это урая... Урая не россияне. Не знаю, что ты сказал. А кто тут украинцы, что ли, были? Афиг не знаю. За столько лет уже, знаешь, только всем было. А почему надписи только с 84-го? Советские здесь до россияне были больше никого. Не, серьезно, почему ласка сюда такой... А ну такое и оказалось. Представляешь, не разу тут не было, представляло, именно так, ну вот и вот с этой стороны. Стой, гораздо уютнее, да ведь? Ехали отсюда. А мы что, а все, что ли? А что тут еще? Еще залезем. У нас же еще куча планов на сегодня. Давай еще раз залезем. Давай. Да, не готов. А держи крепко. Свою репку. В кулак сожми. А, а что еще отдачу? Да, сильная отдача, довольно-таки. А? Да. Так? Лучше вверх направить. Так? Да. И чуть-чуть спускай, крепко держи. Да, давай. Классно. Валяется. Ну что? Вообще классно. Оно реально чуть не вылетело из руки. И уши закладывает. Ну что бы. У меня там не заложило. Классно. Давай в темноте постреляем. Да, давай. Получше в темноте, конечно. Блин, как тут классно. Я рад, что ты меня сюда вывез. Это вообще тема. Гораза лучше левого шутка. И что, Гриш, это вибрации там какие-то, да? Ну что они делают? Варган, на самом деле, каждый варган имеет свою тональность. Ну это понятно, да? Ну конечно, это можно объяснить. Все же знают. Вот, и он работает как камертон, если ты начинаешь в правильном месте издавать правильные звуки. Я издаю неправильные звуки. Потому что я живу в гуне страсти. Поэтому мой варган звучит больше как сумасшедшая бас-гитара. А должно быть медленно, плавно. Но что хорошо, я умею работать горлом. Чего? Я, суть, я заинтересовала музыка. Создавая горлом, ртом, не знаю чем, зубами, языком, пространствовали, уменьшая, увеличивая, ты другую тональность выбираешь немножко. Но все равно будет то, что варган играет. Видишь, разный звук. А! Это не камыш, это рогос. То есть камыш. Рогос. Камыш. Рогос. Камыш. Че, провалилась? Очень хорошо. Назад. Это страшная фишка. Ну, пола в стене проваливаются. А дальше идем как можно дальше, будем получать там наслаждение. Я тут прыгаю. Попрыгай, пожалуйста. Попрыгай еще, знаешь где? Нет, тут не прыгай, тут не интерес. А тут попрыгай. Так, кажется, мы сейчас поднимемся в платье денег. Я понимаю, что тут земля, это земля, понимаешь? Ты не по воде ходишь. Нет, вот встань, пожалуйста, вот сюда вот. А хорошо, что мы тут не поехали, да? Да. Да пусть в Сан Йонг ездят. Грейт Воллай. Черри Уилли какие-нибудь там. Да я нормально уже довезли. Еще краску. Еще так классно. Краску, пока мы ехали, дождь уже было. А ты понимаешь, что нас обошла, обошли Жигули. 11 модель Жигулей. Мы стояли. Мы не рискнули. У водителя Жигулей в голове была идея, как проехать, а у нас нет. У меня была идея, но я постеснялся. Не, у меня была идея, как там проехать. И мы бы проехали. Но я не был уверен, что мы обратно заедем. Хочешь, что ты так шли на камеру? Да. Сейчас, походи, я соберусь на слезу. Ой, как нам надо-то было проехать. Ой. Как надо-то проехать было. Ты понимаешь, что нас обошла Лада. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сбоку не видели какая-то лужа Вот снег вокруг лужи Солнце всяческое слиться Красота! Райский уголок Дима, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о сегодняшнем дне? Прекрасный день Прекрасно провели время О, какая лужа здоровая! Ой, какая лужа здоровая! Сейчас мы ее на таран возьмем Да, давай Вот там каждый посередине Я засняла эти брызги Вау! Ну, собственно, вот так мы бороздим Продолжение родной страны А еще говорят, что в России дорог-то нету Ты что думаешь? Это дорога Отличная дорога Чудесная Ее протоптали, понимаешь, Дим? А даже 11-е Жигули проехали Вот, 11-е Жигули ее протоптали Тут много 11-е Жигули прошло И теперь вот нам повезло Шикарно, да, Витя? Ну все У тебя уже перестать снимать? По-моему, ты все, что хотел сказать, сказала А если не сказал, говори уже еще дальше Все, всем пока До новых встреч Елочка Пока